Всем привет! Наступил декабрь месяц, а точнее уже сегодня середина декабря, а это значит, что мы украшаем дом и обязательно наряжаем ёлку. В прошлом году мы наряжали ёлку игрушками из нашего детства. Была такая ретро-ёлка. Замечательное видео, есть плейлист идеи для творчества. Садите, посмотрите. Отличное видео для воспоминаний. В этом году я решила совсем по-другому нарядить. У нас есть вот такие игрушки. Они стеклянные, расписанные вручную. Мы их бережем, конечно. Здесь есть даже подписанные. Они очень хрупкие. Смотрите, какая красота. Все шары есть покрупнее. Вот такая красота. Обожаю эти игрушки. Но их у нас не столь много. Всего лишь 4-5. Пять синих шаров, один голубой и вот такой еще красненький. Тоже ручная роспись. Поэтому на ёлке это смотрелось бы слишком скупо. Да, вместо звезды здесь вот такая пика. Красивая. Вот. И смотрелось бы скудновато, потому что шаров мало. Действительно. Вот. Я решила, чтобы не разбавлять другими шариками мелкими, я решила сделать шишки. Смотрите, какая замечательная вещь получается. Вот такие игрушки. И вместе с шарами они будут очень красиво смотреться. Собственно говоря, почему я начала видео именно с показа игрушек, потому что я хочу показать, как такие красивые шишки можно сделать самостоятельно, причем очень быстро. Итак, чтобы сделать красивые ёлочные шишки, нам понадобятся, собственно говоря, шишки. Я их собирала сама в лесу, поэтому даже не пришлось тратиться. Акриловая белая краска. Лучше использовать акрил. Очень хорошо ложится и хорошо держится. Затем понадобится губка. Подложка. Это на чем мы будем красить. Потом ленточка, чтобы зафиксировать на ёлке. Любая. Я подобрала к шишке коричневое и обрамление золотое. Очень красиво получается. Также клеевой пистолет со стержнем. Также понадобится искусственная еловая веточка. Где ее приобрести, я уже расскажу в процессе. Так, из чего мы начинаем? Как я уже сказала, для покраски шишек я использую губку. Это самый лучший вариант. Можно, конечно, сесть и в течение нескольких часов брать краску и раскрашивать вот таким образом шишку. Это очень долго. Это не наш вариант. Я рассказываю, как очень быстро покрасить белой краской шишки. Я об этом уже говорила как-то в видео. Уже показывала, как я крашу быстро шишки. Это плейлист идеи для творчества. Так, краску перемешать. Так, насчет губки. Самый важный момент. Эту часть, абразивную, самую плотную, не отрезайте. Знаете почему? Потому что, когда вы сюда будете наливать краску, она будет очень быстро пропитываться. И вот этот слой, как раз таки жесткий, он очень хорошо держит краску, чтобы она сразу не протекала через губку. Поэтому эту часть не отрезаем. Наливаем немного краски. Делаю все руками, потому что краска акриловая очень хорошо смывается водой. Поэтому не бойтесь. Водой смоете, все будет хорошо. Теперь берем шишку и легким движением, сильно не давя на нее, чтобы не поломать, начинаем красить. И посмотрите, как все замечательно получается. Конечно, шишку нужно будет вам прокрасить два раза, не меньше. Потому что сейчас это дерево, оно впитает акриловую краску и будет чуть-чуть тусклое по цвету. А когда вы пройдетесь второй раз по шишке, тогда будет у вас все замечательно. И как раз уберутся вот эти погрешности, которыми вы брали шишку и остаются проплешины. Точно так же оставляем на 5 минут, на 10 минут. Краска быстро высыхает, собственно говоря, акриловая, только нужно дать полностью высохнуть. И опять таким же образом вы начинаете прокрашивать шишку. Прокрашиваю я, ну, два, максимум три раза и получается вот такая красивая шишечка. Смотрите, очень хорошо все прокрашено. Вот так. И не надо вам кисточкой сидеть и здесь вырисовывать вот этот белый цвет. Этот способ всегда работает. Эта шишка у меня уже готова. Следующий этап. Отрезаем ленточку. Оптимальная длина ленты, на которой будет висеть шишка, это 19-20 сантиметров. Этого будет достаточно. Пока нарезаете ленточки, поставьте греться клеевой пистолет. И легким движением, здесь ничего сложного нет, Приклеиваем ленточку к основанию шишки, вот сюда. Я сначала наношу каплю клея на шишку. Клей должен очень хорошо разогреться, чтобы не был у вас он чуть теплый, чтобы сразу схватилась ленточка. И еще сверху я фиксирую клеем слегка. Когда фиксируете ленточку, аккуратно, клей горячий, будьте осторожны. Собственно говоря, клей очень быстро все приклеивает. Такая получается шишка. Дальше этап у нас это приклеивание еловых веточек. Я почему говорю еловые, они сюда лучше всего подходят, более реалистичны. Когда я задалась вопросом, где же их можно купить, оказалось это очень сложно. Как вы думаете, где я нашла вот такую еловую веточку в фикс прайсе? Я вообще фикс прайс не очень-то люблю, но увидела. Такие веточки продаются по 50 рублей. Здесь просто я их уже сняла. А вообще вот таких веток, там веточек 15 штучек. Вот на этой большой ветке, этих веточек 15 штук. Поэтому и они были обсыпаны снегом искусственным. Это знаете, такие маленькие-маленькие шарики, которые, когда вытаскиваешь эту ветку, просто ты весь в этих шариках сыпется до невозможности. Поэтому перед тем, как работать с этой веткой из фикс прайса, я вообще очень советую просто ее взять и опустить в воду. И промыть под проточной водой каждую веточку. Этот искусственный снег моментально вымывается. Когда еловые веточки просохли, можно уже с ними работать. У веточки есть такое основание, куда она крепится к основным веткам. Я его срезаю под самые первые иголочки. Так смотрится красивее. На одну шишку я использую три еловые веточки, потому что смотрится более красиво, пышно. Если по одной клеить, то смотрится скудновато. Вот так обрезала. Так, теперь берем, собственно говоря, шишку. Я примерно сначала ставлю, как они у меня будут располагаться. Смотрю. Прикладываю. И начинаю приклеивать. Сначала наношу на шишку, чтобы просто зафиксировать веточку. Располагайте, чтобы более естественно. Если где-то выглядывает клей от того, как вы приклеивали веревочку, то веточку так расположите, чтобы клея было не видно. И вот такая шишка замечательно получилась. Ну, правда, красиво. И вот как раз с большими, крупными, вот этими темными шарами шишка, покрашенная в белый, как будто снег, будет очень красиво смотреться. Ну, а теперь самый увлекательный и красивый момент это нарядить елку всей семьей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два, два, три, ёлочка горит! Два, три, ёлочка горит! Ура! Снято?